Я приветствую с новым днём, дорогих зрителей. Вести утро. Карачаево-Черкесия продолжает вещание. А какой будет погода, мы сейчас узнаем. В северных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8. Днём плюс 24, плюс 26 градусов. Высокая пожароопасность. Сегодня в Доме правительства состоится внеочередное пленарное заседание Народного собрания Карачаева-Черкесии, на котором заслушают отчёт министра внутренних дел республики о проведённой работе по охране общественного порядка и обеспечению безопасности на территории региона за 2023 год. Подробнее мы расскажем в 14.30. Дистанционные мошенники. Как уберечься от них? Самое главное правило – это прервать разговор с незнакомцем, рекомендуют полицейские. Какие действия нужно ещё предпринимать, рассказали сотрудники полиции. Об этом в следующем информационном выпуске. Под председательством министра экономического развития республики Артура Езаува состоялось совещание Инвестиционного совета Карачаева-Черкесии. На нём обсудили инвестиционный климат региона. Рассказали о мерах государственной поддержки в этом направлении. В прошлом году по поручению главы Рашида Темрезова совместно с руководителями муниципальных образований региона уже была проведена большая работа по формированию инвестиционных паспортов в населённых территориях, включая в себя наиболее полную характеристику каждого из них. Итогом стала генерация идей по вопросу повышения их инвестиционной привлекательности со стороны бизнеса и власти. Также разработали инвестиционную карту. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести на черкесском языке». Затем программы черкесской редакции. Более подробно о новостях сегодняшнего дня в следующем информационном выпуске в 14.30 вместе с Муратом Джанкёзовым. Я с вами прощаюсь и удачи!